Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник, 19 ноября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами разберем вместе. Давайте по классике начнем с экономического календаря. Наиболее важные события сегодня у нас начнутся блоком статистики из еврозоны. Это отчеты по инфляции, базовый индекс потребительских цен и индекс потребительских цен. Что касается базового значения, то здесь мы особых изменений не ждем. Соответственно, предыдущее значение 2,7%, текущее также на уровне 2,7%, то есть без каких-либо сильных изменений. Что касается годовых данных по индексу потребительских цен, здесь также без изменений. Месячные значения здесь меняются в рамках месячного выражения. Здесь мы ждем, что инфляция может вырасти на 0,3%. Предыдущее значение минус 0,1%. Что ж, на открытии европейской сессии по евро-доллару возможно, что на рынок придет волатильность. Блок американской статистики сегодня достаточно скучный. У нас сегодня самое, наверное, интересное, зачем можно понаблюдать это число выданных разрешений на строительство. Здесь изменения всего на 5 тысяч по сравнению с прошлым месяцем. Поэтому также сильной волатильности в связи с этой новостью мы не ждем, если не будет сюрпризов. И отчет по инфляции из Канады. Базовый индекс потребительских цен находится на уровне 1,6%. В рамках годового выражения Канада уже давно достигла цели по инфляции. И в рамках, опять-таки, месячного изменения индекса потребительских цен здесь, точно так же, как и в еврозоне, ожидается, что месячная инфляция вырастет. Предыдущее значение было минус 0,4%. Текущее значение 0,3%. То есть по канадскому доллару мы сегодня ждем волатильности. Давайте посмотрим за графиком, что у нас в перспективе сегодня мы можем ожидать. Это доллар канадский, доллар дневной таймфрейм. Мы здесь видим, что на прошлой неделе цена протестировала свой максимум 1,41. Выше отметки 1,41 цена не закрепилась. Сейчас мы видим логичную коррекцию после того, как цена обновила свой локальный максимум. И судя по тенденциям, которые на сегодняшний день развиваются внутри дня, на мой взгляд, вот эта коррекция, она еще не закончилась. И есть вероятность дальнейшего снижения. Поэтому мы пока находимся здесь в наблюдательной позиции для трейдеров, работающих внутри дня. Опять-таки, здесь можно пока рассматривать позиции в формате интродэс. Сантимент у нас сейчас подает значение 20. Всего 20% участников рынка находится на покупку. То есть глобально мы это будем учитывать. Безусловно, это важный момент. Но так или иначе, после того, как будет уже какое-либо окончание коррекционной динамики. Что касается индекса доллара, здесь мы также торгуемся на текущий момент времени ниже отметки 107. Текущее значение 106.13. На недельном таймфрейме мы также видим, что ключевым уровнем сопротивления по индексу доллара остается отметка 107. После того, как коррекция будет закончена, мы будем ждать попытки пробоя этого максимума. Ну и, соответственно, закрепление выше отметки 107. Также, соответственно, и по доллар-канадскому доллару, допустим, как закончится коррекция, будем ждать попытки протестировать отметку 1.41 и закрепиться выше. Давайте посмотрим на евро-доллар. Евро-доллар у нас вчера показал хороший бычий день. За вчерашнюю торговую сессию мы увидели, что цена с отметки 1.0530 выросла до максимума 1.06. В понедельник была волатильность более 70 пунктов. На текущий момент времени пока коррекционная динамика продолжается. И есть еще вероятность того, что цена, значит, какое-то время будет корректироваться и, соответственно, расти. Что ж, текущее значение 0.595. Ну, на мой взгляд, соответственно, движение в нисходящем тренде будет продолжаться. Но текущая коррекция может закончиться где-то в районе отметки 1.0650 и продолжить нисходящую динамику. И тренд продолжится. Что касается других инструментов, за которыми мы с вами сейчас следим, за которыми внимательно наблюдаем, это нефть марки Brent. Текущее значение нефти 73.35. Вчерашний день у нас также по нефти выдался очень бычим. Цена с отметки 70.81 выросла до отметки 73.49. На текущий момент времени, соответственно, цена продолжает находиться в рамках бокового тренда возле сильного уровня поддержки. Но, так иначе, наши цели остаются прежними. Да, мы здесь рассматриваем позиции на продажу после того, как появляются хорошие точки для входа. Как, например, на мой взгляд, сейчас после того, как цена хорошо отыграла предыдущие падения, цена обновила свой локальный максимум за несколько дней. Соответственно, в прошлом цена от этих значений уже корректировалась вниз, от отметки 74. В прошлом цена за один день также скорректировалась до отметки 71.55. Ну что ж, вот в этом коридоре цена двигается достаточно быстро. Волосина здесь достаточно высокая. Поэтому, в целом, для трейдеров, работающих внутри дня, нефть, наверное, на сегодняшний день один из самых интересных инструментов. И здесь цели остаются прежними. Мы также ждем, что цена будет тестировать отметку 70 долларов за баррель. Давайте посмотрим золото. Золото у нас на текущий момент времени также находится в коррекционной динамике, как и остальные инструменты. На текущий момент времени по золоту мы без позиции наблюдаем. Цена в рамках нисходящего тренда от уровня поддержки не отбилась. Цена уровня поддержки сейчас пробивает. Что ж, мы смотрим, где коррекционная динамика может завершиться. Но на текущий момент времени мы ждем, что текущий рост может продолжиться до отметки 26.75-26.80. Поэтому в рамках сегодняшней торговой сессии можно внутри дня также рассматривать позиции на покупку с маленькими стоп-лоссами и с потенциально высокими целями по прибыли. На сегодняшний день это все наиболее актуальные инструменты, которые мы можем с вами рассмотреть и обсудить. Поэтому, уважаемые трейдеры, вам желаю успешной торговли. Торгуйте, зарабатывайте вместе в саммаркетинге, сконтролируйте риски и получайте прибыль.